Павлик, у нас завтра вылет в 8 утра. Ты когда свои вещи будешь собирать? Сынок. Мы ведь с тобой все обсудили. Ну что опять? Я не хочу уезжать. Тебе там понравится. У нас будет новый дом на берегу озера. Будем рыбу ловить? А мама там будет? Нет. А деда с бабушкой? Нет, но они смогут к нам приезжать иногда. Я не поеду! Не хочу, не хочу! Доброе утро. Доброе утро, Светлана Михайловна. Что, опять? Опять. Это вам. Тут расчеты, премия. Спасибо вам, Станислав Игоревич. Да вам спасибо. Сколько вы у нас уже? Два года работаете? Да почитай три уже. Привыкла я к вам. Жалко оставаться. Но в Канаде мне делать нечего. Я сейчас отойду на два часа по делам. Вы помогите Павлику собрать вещи. Все игрушечные ружья и пистолеты в чемодан. Не в ручную кладь. Хорошо, хорошо. Не волнуйтесь. Все сделаем. Доброе утро. 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 размерами государств. Площадь Московской области, как вся Дания. Ну, а площадь Ленинградской области, как вся Австрия. Понимаешь? Нам за размеры извиняться, что ли, или чего? Значит, давай, прочесываем территорию, ты направо и налево. Сидеть по рации. Вдвоем, вы что? Алле! Назад обернись. Видишь меня? Подойди. Че, нашел? Шлем нашел. А где теперь скутер искать? Так, ну че, опросим свидетелей во дворе. Кириллу дадим задание, чтобы он пробил все магазины спорттоваров. Паша займется интернет-магазином. Или другой вариант. Стоять! Стой! Где скутер взял? Он наш. В кустах нашел? Да. Все, приехали. Покатались и хватит. Стоять. Слушай, ну отпечатки принадлежат взрослой женщине, но по базе они не проходят. Есть. Слушай, только волос. Какой-то странный. Такое впечатление, что искусственный. Точно, винил. То есть получается парик из искусственных волос, да? Баландинка-то не настоящая. Нашел. Что? Номер рамы. Наш скутер ввезен на территорию России 4 месяца назад. Задекларирован как БУ. Импортер, он же розничный продавец. Sunflower R Motors. Андрей Владимирович, я только что с моторынка. В общем, наш скутер купили 2 дня назад за 15 тысяч рублей. Там у них ажиотаж на рынке, распродажа. И, конечно, покупателя никто не запомнил, но есть адрес доставки. Речной проезд 19, квартира 56. Контакт Вера. Есть номер мобильного телефона. Номер телефона принадлежит Вере Ивановне Старовойтовой. 28 лет, менеджер в магазине бытовых приборов. В настоящее время в отпуске за свой счет. Месяц назад лечилась в психиатрической клинике. Так, а телефон у нее работает? Нет, выключен. Последнее время включения телефона. Сейчас посмотрим. Сегодня утром в 7.15. Место включения. Кризисный центр защиты. Ты что? Кирилл, этим центром руководит тесть убитого Стаса Сумова. Прикольно. Веру старого этого знаете? Веру? Ну, конечно, знаю. Она сейчас находится здесь. А почему вы интересуетесь ей? Ну, потому что мы подозреваем, что она убила вашего зятя. Старовойтова Вера Игоревна. 28 лет. Находится у нас более двух недель. Испытал насилие с стороны мужа и сильнейший эмоциональный стресс. Судимости не имеет. На наркологическом учете не стоит. Наблюдается в психиатрической клинике. Беднежкина страдалась. Но, тем не менее, у нас есть все основания ее подозревать. Не, ну, этого просто не может быть. Я не вижу никакой логической цепочки. Ну, как это? Она могла убить, если они даже не знали друг друга. Они даже не были знакомы. Да вот так. По фотографии по вашей. Ее же могло что-то переклинить, правильно? Бред какой-то. Это что? Рецидив. Так, где сейчас Старовойтова? Ну, здесь. У себя в палате. Вера. Вера. Старовойтова. Откройте, пожалуйста, дверь. Это Сергей Моисеевич. Вера. Закрыто. Спасные ключи есть, да? Да, конечно. Продолжение следует. Слушай, ну отпечатки пальцев на мотошлеме и кружке Веры Старовой ТВ идентичны. А что у тебя? Телефон Старовой ТВ по-прежнему выключен. Пытаюсь найти камеру в районе кризисного центра. Есть! Так попробуй зайти в навигатор таксиста. А я чем потом занимаюсь, а? Нашел, нашел, нашел! Олег, Вера Старовойтова сейчас едет в такси в районе текстильщиков. Где пассажирка? Так, что по Старовойтовой? Пустили, Андрей Владимирович. Пять минут назад у станции метро Волжская ее выставил таксист. Мы пытаемся отследить по камерам, но, к сожалению, очень много народу. Ее телефон включился. Она где-то возле метро звонит кому-то. На какой номер? Ну, номер корпоративный. Зарегистрирован на ликвидированную фирму. Отключен. Похоже, она смс-ку пишет. Полиции все известно. Я не знаю, что делать. Таня, помоги. Жду тебя на нашем месте. Телефон Старовойтовой отключился. Что за Таня и где это наше место? Так, а что мы будем делать? Попробуем ее помнить. Как? Напишем в мире сообщение и назначим встречу. Кажется, я вас поняла. Одну минуту. Есть. Отправила. Думаете, сработает? Как всегда. 50 на 50. Телефон Веры Старовойтовой включился. Выключился. Отлично. Значит, сообщение принято. Давай. Во. Во. Майор Доронин, следственное аналитическое управление. Капитан Зацепиан. Гражданка Старовойтова, вы задержаны. Пойдемте. Пойдем, пойдем, пойдем. Вера Ивановна, знаете, за что вы задержаны? Понятия не имею. Имя Сомов Станислав Игоревич. Ни о чем не говорит. Нет, впервые слышу. Может, и видите впервые. У меня один вопрос. За что вы его убили? Я никого не убивала. У нас есть доказательства. Отпечатки ваших пальцев на мотошлеме. Я никого не убивала. Под дурку, Костя. Да не, не расколет он мне дохлый номер. Сама протянула, что у нас нет никаких доказательств. Только косвенное. Макар, выходи оттуда. Скажите, заведующий кризисным центром Сергей Моисеевич Перепелкин, как вы считаете, хороший человек? Да, Сергей Моисеевич. Сергей Моисеевич я очень люблю и уважаю. Он много для меня сделал, он мне как отец. Тогда следующий вопрос. Вы знаете человека, которого убили на подземной парковке? Я никого не... Я вижу, что не знаете. Так вот, вы убили зятя Сергея Моисеевича и оставили его внука круглым сиротой. Нет. Я вам не верю, вы врете. Дело в том, что год назад у Сергея Моисеевича умерла дочь. И с тех пор его зять Стасуна воспитывает сына в одиночку, сына Павлика. Павлик хороший мальчик, но смерть матери его глубоко травмировала, и Стасуну ждал больше времени проводить с ним. А недавно он решил покинуть страну, ну, чтобы мальчику ничто не напоминало горе. И вот вы убили Стаса Сомова, и теперь у Павлика нет ни мамы, ни папы. Так за что вы убили Стаса Сомова? Что он вам сделал? Я убила Таниного мужа. Он издевался над ней и бил ее. Это... Это муж Тани. Он чудовище, садист, как и мой муж. Я убила мужа Тани. Кто такая Таня? Это ваша подруга? Да. Мы всегда говорили, что я убиваю ее мужа, она убивает моего мужа. Так нас полиция никогда не поймает. Как ее найти? Где она? Я не знаю. Господи. Господи, что же я наделала? Видел? Как он ей рассказал? Высший пилотаж. Да, но как он догадывался? Я не знала. Честное слово. Скажите Сергею Моисеевичу, что я не виновата, что я ничего не знала. Меня обманули. Меня Таня обманула. Скажу. Вера, не буду скрывать, вы сядете в тюрьму на долгие годы. Единственное, что я могу для вас сделать, это оформить явку с повинной. При условии, конечно, если вы будете сотрудничать со следствием. Вы согласны? Да. Тогда повторю вопрос. Кто такая Таня? Таня – это моя соседка по комнате в кризисном центре. Ее тоже муж бьет. Так она мне говорила. Что они знаете? Фамилия? Адрес? Я больше ничего о ней не знаю. Правда. Я верю. Кто планировал убийство? Таня, она купила скутер, мне его привезли прямо к дому. Дала мне ликор-шокер, шприц с ядом и шлем, чтобы у меня камеры не сняли. А теперь, пожалуйста, изложите все на бумаге. Все. Каждую мелочь. Шер, как вы узнали, что староводит вы использовали в темную для убийства Сомова? Скутер. Скутер? Убийство было грамотно спланировано, продумано все до мелочей и вдруг такой прокол. В накладной по доставке скутера указано староводитого, ее настоящий адрес и телефон. Значит, вы решили слить? Да. Нам ее попросту подарили. Вот только я подарки не верю. Из-за всем этим стоит пресловутая Таня. Надо пробить, кто она такая. Если, конечно, Вера не врет. Не врет. Прислали записи из мотосалона. Там, конечно, полная каша была, распродажа, народу тьма. Я сопоставил время, указанное в накладной, и время по чекам. Так вот, в момент покупки нашего скутера у кассы была не Старовойтова, а совсем другая женщина. Картинка, конечно, плохая, но по росту и по фигуре понятно, что это не она. Сто процентов. Ница не видна. Похоже на подставу. И тем не менее, Старовойтова нужно отвезти в институт Сербского. Пусть проверят на обменемость. Есть. И уверяю вас, никакой Тани, Татьяны в нашем центре нет. И последние полгода не было. Вы можете проверить журнал. Старовойтова жила в комнате одна. Вы можете спросить у медсестер. Ну, это странно, потому что Старовойтова другой утверждает. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, при шизофрении и при острых психозах бывают достаточно реальные галлюцинации. Ну, что я вам могу посоветовать? Показать ее специалисту? А мы уже показываем. Спасибо за помощь. Вот пришло заключение из института Сербского. Старовойтова является психически здоровый. Так, а что по Тане? Я опросил волонтеров и выяснил, что к Вере иногда приезжала какая-то женщина. Посещения в центре не запрещены. Ее именем никто не интересовался. Все думали, что это родственница или подруга. Ну, хоть что-то. Паша, сделай со Старовойтовой фоторобот этой Тани. Как сделаешь, сразу неси. Спасибо. Так, а Перепелкина спрашивали о посетительнице? Да. Говорит, что ничего не знает и не видел. Или знает, но скрывает. Что дает Перепелкину смерть взять? Ничего не дает. Даже если он оформит опекунство над внуком, пользоваться имуществом Сомова Перепелкин не сможет. Что-то мы упускаем в этом деле, коллеги. Кстати, из Минска прилетела жена Перепелкина, звонила из аэропорта. Возможно, она что-нибудь прояснит. Нет, губы не такие вот, Таня, они тоньше. Так? Да, так лучше. И брови надо поменять, подлиннее сделать. Вот, пожалуйста. Спасибо. Где вы остановились, Надежда, у мужа? Нет, в квартире Стаса. Живу там какое-то время с внуком, а дальше видно будет. Скажите, а почему вы расстались с мужем? Честно говоря, я ожидала другие вопросы. Но если это как-то поможет расследованию... Всего поможет. А мы с мужем расстались после смерти дочери. Сережа так решил. Он завел в себе любовницу. Ну, видимо, в ее объятиях ему было легче пережить горе. Но я его не виню. А почему вы до сих пор не развелись? Сергей не просит. Да и мне ни к чему. Дело в том, что при разводе придется решать квартирный вопрос. Две трети доли московской квартиры принадлежат мне. Поэтому развод для мужа – это ящик Пандоры. Скажите, а какие отношения были у вашего мужа и зять? Напряженные. Стас не любил Сергея. И это было у них взаимно. Сережа считал зятя виновным в смерти дочери. Потому что тот не вовремя вызвал скорую, когда у нее случился сердечный приступ. Но это все чепуха. Стас ни в чем не виноват. Скажите, а Стас разрешал вашему мужу гулять с внуками? Неохотно. Он считал, что дед настраивает Павлика против отца. Но я в их перепалках старалась не участвовать. Понятно. Андрей Владимирович, можно? Фоторобот готов. Спасибо, Паша. А можно? Конечно. Это же Тамара. Любовница моего мужа. У меня есть телефон, ее я могу дать, если хотите. А зачем вы ее ищете? Тамара Игоревна Зотова, 40 лет. Работает медсестрой в городской поликлинике. Так, проживает на съемной квартире, но телефон отключен. Последнее включение в ночь со среды на четверг в 0.10. А место? Съемная квартира. Андрей Владимирович, Тамара Зотова не появлялась на работе со среды. Главврач о причине отсутствия ничего не знает. Но одна медсестра вспомнила, что якобы Тамара говорила, что ей предлагали какую-то горящую путевку. Не то в санаторий, не то в дом отдыха. Это вся информация. Сейчас направляюсь на квартиру с Зотовой. Макар тоже куда-то подъедет. Тишина. Сейчас ночью, ну что, зовем участкового и понятых? Конечно. Мы же там, когда сюда приехали, сразу поняли, что будем по закону наступать. Только дверь открытая оказалась, видишь? А мне на секунду показалось, что Зотовой опасность угрожает. Если Зотова уехала отдыхать, почему все шмотки на месте? Очень хороший вопрос. Да не забудьте его задать, я ей когда-нибудь ее поймаю. В ночь со среды на четверг, то есть в ночь исчезновения Зотовой, машина Перепелкина до самого утра простояла на парковке возле центра. Сам Перепелкин из здания не выходил. Ну, охранник так и сказал Зацепина, что Перепелкин вечером вошел в кабинет, а вышел только утром. Ты дома отдыха проверила? Да, но ни в одном Зотова не зарегистрировано и путевку также не покупала. Слушай, подожди-ка. Что? В среду в 22.17 с банковской карты Зотовой произведен платеж за прокат автомобиля. Работаем. По словам представителя проката, Зотова вчера вечером взяла на прокат машину, срок не вернула. А как ее нашли? А сейчас у всех прокатных машин спутниковые сигнализации строят. А почему они в полицию не заявили? Ну, а какой смысл? Машина цела. Счет за транспортировку машины и неустойку сняли с карты Зотовой. Все, инцидент и счет. Чисто, как в аптеке. Кто-то сделал химчистку. Что у тебя? Ну, вот смотри. Значит, прокатная машина выехала из Москвы в час 35 в ночь со среды на четверг. И по Калужскому шоссе доехала вот до этого места. Но, как ты видишь, здесь кроме леса ничего нет. Дальше машина у леса простояла час 25 и поехала в обратную сторону, в Москву. В 3.50 машина заехала на автомойку самообслуживания. Но там водителя никто не видел. И продолжила движение в Москву. Остановилась только перед поселком Рассвет, где ее на следующий день нашли работники автопроката. Кто был за рулем? Неизвестно, но точно не Зотова. Потому что я пробила, у нее даже прав не было. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, подожди, подожди, подождите. Дайте сделать пару фоток. Начинайте. Стоп! Смерть наступила от удара по голове тупым тяжелым предметом, предположительно монтажкой. Ну, или что-то вроде этого. Время смерти около двух суток назад. Точнее, скажу попозже. Да. В кармане убитой я обнаружил выключенный телефон. Вот это кстати. В общем, я считаю, что надо хватать Перепелкина и колоть его. Ну, какие у нас основания для его задержания? Ночь убийства Зотова. Он был в кризисном центре. Он вполне мог незаметно выйти. Окно кабинета выходит во двор. Там ни охрана, ни камера. И рядом с окном дерево. Там ребенок может по нему забраться. Теоретически возможно. Совершил убийство, а утром тем же путем вернулся в кабинет. А я о чем? Ну, хорошо, задержишь его. Что дальше? Что ты ему предъявишь? Свои умозаключения без фактов и доказательств? Он пошлет тебя куда подальше. Еще в прокуратуру пожалуются. Правильно сделай. Нет, Олег. Перепелкин человек умный, хладнокровный к нему. Другой подход нужен. Есть у меня одна идейка. Дай-ка мне телефон Зотовой. А что? Мне нравится. Звонок с того света. Ну что, протестируем? Готово, Андрей Владимирович. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Годится. Набирай. Подождем. Смотрите, ответил. Я на совещании не могу говорить. Вы звоните с телефона моей знакомой. Откуда у вас этот телефон? Кто вы? Пиши ответ. Собирал грибы в лесу. Нашел телефон. Готов вернуть. Где вы находитесь? Пиши, здесь рядом сломанная сосна. Слева от нее перекопанная земля. Вы, наверное, собаку тут похоронили. Похоже, мы его спугнули. Возможно. Паш, пиши. Ладно, я телефон к полиции отнесу. Там заберете. смотрите отвечает нет я готов встретиться обещаю хорошее вознаграждение 10 тысяч хватит же конечно я тут недалеко живу в деревне сосенки будете подъезжать позвонить договорились завтра утром буду у вас ну что сейчас припелки начнет нервничать ему нужно убрать следы преступления перезахоронить тело тамара а утром возможно попытается убрать свидетеля нашего грибника так мы берем под наблюдение припелки ну а сам то как думаешь появился едет по варшавскому шоссе так а почему по варшавскому а не профсоюзный может пробки объезжает зачем что-то мне это не нравится андрей владимирович обриснитесь пожалуйста что происходит что он делает а полегче не спроси интересно что в коробке поехали за ним так перепелкин развернулся едет обратно москву вижу может быть он хвост заметил да нет наши на приличном расстоянии идут кирилл проверь геолокацию телефона перепелкина телефон находится в квартире стасом черт олег срочно езжайте в лес быстрее я что-то не догоняю у кого находится телефон перепелкина с кем мы переписывались позже 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 кирилл стаса сумма у машины двигатель еще горячий минут десять стоит не больше погнали да без слуга копать там ничего нет что я говорю тело тамары зотовой давным-давно в морге следственного аналитического управления руки один квартира проснется меня нет будет плакать не переживайте я его заберу андрей владимирович мы закончили выдвигаемся на базу зацепен позже будет молодец олег хорошая работа андрей владимирович я чувствую себя полным лузером может быть все таки объяснить что это было теперь нужно в общих чертах понимаете самое главное для надежды перепелкина это не допустить отъезда внука за границу противном случае она никогда бы его больше не увидела поэтому для нее как она думала единственный выход это убить зятя получается классическая схема перепелкина заказчица убийства зотова организатора строго это исполнительница так именно так причем убийца знает только организатора без него невозможно выйти на заказчика поэтому тамара зотова была изначально обречена перепелкина убила сразу после того как убила стаса сомова нет андрей владимирович не сходится почему потому что перепелкина прилетела из минска в москву днем в четверг а зотова то убили в ночь со среды на четверг а если предположить что все это время она находилась в москве проживала у зотовой после того как убила зотова уехала на автобусе в минске или на попутке сколько там езды часов восемь около тогда все сходится надежда юрьевна вы обвиняетесь в организации убийства гражданина сомова и в убийстве гражданки зотовой вы признаете себя виновной где мой внук здесь за ним присматривают мы позвонили вашему мужу он скоро приедет спасибо я понимаю что отпираться бесполезно не имеет смысла тем более что вы и так все знаете да за исключением некоторых деталей скажите как вам удалось уговорить зотову пойти на преступление я сказала что дам сергею развод и откажусь от доли в квартире в ее пользу она дура и согласилась поверила очень хотела замуж за моего мужа выйти зотова сама обрабатывала веру или с вашим участием сама эту психичку уговаривать не пришлось она сразу согласилась а я только руководила и деньгами обеспечивала как вы заманили зотова в лес сказал есть что дачу сниму в подмосковье ну так отсидеться пару дней пока веру возьмут и машину попросила напрокат взять но дальше вы все знаете и все это ради того чтобы жить втроем с внуком вы ваш муж и павлик да вместе как одна семья и все были бы счастливы ты классно рисуешь наверно художником будешь нет программистом как папа молодец павлуш я уже все знаю спасибо большое деда да а что в коробке это не слышишь это тебе помогите пожалуйста давай вау какой красивый как назовешь как назовешь я его назову кис кис гладь он теперь твой а 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 Продолжение следует...